Продолжение утра, 12 июня 2017 года, 2000, вот, вытаскиваем, освобождаем козлики для работы. Нам тут дрова надо пилить, заготавливали для кухни. Вот уже пилы стоят, готовые. Друг по очереди. Так, тихо, тихо. Ваня, на плечи не таскай, ты ударишь кого-нибудь. Так, к руке тащи и все. Вот они таскают и там складывают. Это мы привезли доски, чтобы для хозяйственных нуж с братом Никиты заказали. Ваня, лучше спроси, таскай по две. По одному не надо, так удобнее будет. Видишь, она мучается, пойдет с ней. Все, Фрося, отдавай и по двое таскайте. Дай руки, а другу лови сразу на землю. Все, догоняй Ваню, чтобы он один не ходил. Вы зачем опять по одному ходите? Ребята, я же сказал, по двое таскайте. На плечи не таскай, потому что ты можешь кому-нибудь ударить. Или спереди, или сзади. Ваня, Ваня, я сказал, по двое. А, все уже? Забрали? Так, все. Все, давай, Фрося, траву начинайте выдергивать. Под козликами, чтобы освободить их. Рукавица есть, крапиву не бойся. Под корень бери только, как ты берешь, ну как ты берешь? Как учили-то? Ты присядь, присядь. Берешь и вот так вот. Раз, поднись ее. Переламываешь и выдергиваешь. Во. Может, еще и так пилим? Раз, все. Давай, вычищай. Давайте, ребята, козлики очистим от крапивы, от всего. У кого рукавица есть? Где костюм? Выступайте, траву выдергивай. Какой костюм? Кто костюм? Траву, смотрите, как выдергивать надо. Не так, просто хватаешь за верхушкой и отламываешь. А за самый низ, сколько можешь, и надламываешь ее. Раз, и дергаешь. Надламывай на себя и дергаешь. Во. Второй козлик тоже берите. Вика, можешь как второму козлику перейти? Сестра, давайте освободим вот он, тоже этот козлик. Там крапива. А у кого рукавица-то есть, чего вы боитесь? Вы ее уберите под корень. То есть, вот так подошел под корень, под корень там она, возле самой земли. Вот так, раз, и выдернул. Все. Это еще одна доска. Там тоже не было, как-то там развалено все. Ну, давайте, давайте, идите. Это там, туда. А? Нет, это, это, можно здесь пока оставить. Илья, пошли с нами. Мальчики, там будут пилить, где Никита, возле дома. Девочки, здесь у нас. Вот, освобождайте козлики. И потом пивы уже стоят у вас, вот две штуки тут. Вам больше не надо. Да, вам больше не надо. У вас пятеро нормально будет, как раз. Что-то одну Фросю бросили. Кто-нибудь, перейдите на второй козлик. Что вы там, толпой, главное, встали все? Агния, помоги, Эфросини. Аккуратнее. Ну, что ты? А было больно. Ну, понятно дело, по неосторожности. Так, вот, сейчас дальше пройдем, посмотрим, чем они там занимаются. Как вот там у нас брат Никита, какие козлики у него сделаны. Вот здесь вот у нас кучи, которому в том году очищали тот двор. У Никиты, брата. Здесь вот мы посадили с ним дыньки. Вот они растут. Дыньки. Сюда навозу накидали, земли. Вот такой небольшой короб такой, невзрачный. И все. Тут, правда, курицы попытались разрушить. Ну, предотвратили это. Вот нашего брата поплеща тут. Так, Тараси, не стой. Только эту не бери. У тебя руки замараешь сразу. Это в рукавицах только брать. Вот, брат, Никита сделал козлик для работы. Брат, доделаешь тогда этот. Это ядерная бомба. Объясни правила им, чтобы они не сулывали руки, куда не надо. Так вот. Это у нас уже сейчас, я скажу, сколько у нас времени уже. 6.23. Сегодня у нас будет пораньше завтрак. Потому что идем работать на плотину на Рыжской скриппрут. Вот сделать там крот на рыл. И мы все это восстанавливаем сейчас. Чтобы вода могла подняться оттуда. Вика, не стой. Давай. Ты присаживайся и выдергивай. Вот у меня тоже там же. Здесь вот мы посадили арбузики. Сделали. На этой травянистой куче. Вот здесь навоз. Ну, тут не навоз, это помет. Вот голубины я наложил. Вот они уже какие выросли. Сверху земли. Соломки, чтобы земля не трескалась. Вот тут, вы знаете, у нас сейчас вторая голубятня. Вот бревнышки наши. Да, я сейчас бревнышки буду класть вам. Это самые маленькие, а на этот самые высокие, потому что они линские. Ну, давайте, где заскажем. Да, которые повыше, повыше. Вставайте. Пилы, вот они, берите их. Вот, возле колодца. Возле колодца вот стоят две штуки. У них свои там козлики, да. Так, которые поменьше. Вот это вам поприще для начала, для разогрева. Образец. Да, ладно. Образец будет вам. Вы сейчас одну опилите, а там уже будет вам и образец тоже. Так, а вам тоже вот для разогрева, для начала, как говорят. Во. Так, тебе это, тебе придется им помогать. Они придержат? Да, они поменьше. Стой. Стой. Это мелко слишком. Подождите, стойте, стойте, стой. Это слишком мелко вы что? Чуть вот так вот, вот так возьмите. Я голодила. Так, руку убери в сторону. Вы уже умеете пилеть, вы уже на первый год сейчас в лагере. Ну что, Оливия, надо не на пианино играть, да, в портопиано? Хотя тут тоже свой звук, видишь, какой мелодичный. Шик, 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 шик. Смотри. Какие помощнички-то у нас. Конечно. Печечку будете топить. Готовить, кушать нам. Через 10 минут мы можем ищать. Щекель, да? Ага, все, пошел. Надежда Васильевна просила засадить ей шиколку. Она ее кучно напосадила. И ключи надо дома. У меня в машине есть линия. А, ну понял. Ну там ее какие-то дела. Ладно, все сделаем. И по огороду нам надо показать. Сейчас я... Ты тут посадите, надо уже время. Ну понятно, да. Ладно. Скажу. Сейчас еще раз посмотрим, как наш брат Никита там организовал работу. Нет, попил кедров. Тут, конечно, строения вон какие разрушены. Все это надо будет подделать или убирать полностью. Сейчас посмотрим в дальнейшем, как что у нас происходит. Ну что-то не слышно у вас. Как у вас там идет работа. Тарасий, ты не стой. Вторая пила-то есть, брат? Нет? Можно я бы тяни? Вниз не тяни. Ты тут встаешь, как я тяни. Просто тяни. Ну я тоже ближе к тебе. Все, вставайте на второй козлик. Тарасий, вставай тоже на второй козлик. Так, че стоишь? Оставьте меня с кем-нибудь другим. Это не, это попадет на работу. Чего его учить, если он хочет мне пальцы крошкой из мелкой спилить? А ты руку не ставь рядом. Не будет тебе пилить. Лучка где-то выпала. С вами нам другую пилить. Так не надо делать. Ну все, ладно, я пошел там сестрам, помогу сейчас. Ну вот так, слава богу, сегодня пасмурная погода такая. Ну, трудиться надо все равно. Слава Христу!